Диабетон – пероральный гипогликемический препарат из группы производных сульфанилмочевины 2-го поколения. Диабетон снижает уровень глюкозы в крови. Показания. Сахарный диабет 2-го типа при недостаточной эффективности диетотерапии, физических нагрузок и снижении массы тела. Применяется при профилактике осложнений сахарного диабета, снижении риска микрососудистых и макрососудистых осложнений, у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа путем интенсивного гликемического контроля. Способ применения и дозы. Препарат предназначен только для взрослых. Рекомендуемая начальная доза составляет 30 мг, в том числе для пациентов 65 лет и старше. Подбор дозы следует проводить в соответствии с уровнем глюкозы в крови после начала лечения. Каждое следующее изменение дозы может быть предпринято после как минимум двухнедельного периода. При поддерживающей терапии ежедневный прием одной дозы обеспечивает эффективный контроль уровня глюкозы в крови. Ежедневная доза препарата может варьироваться от 30 мг до 120 мг, 1-4 таблетки, 1 раз в сутки. Максимальная суточная доза 120 мг. Препарат принимает внутрь 1 раз в сутки, во время завтрака. При пропуске одного или более приемов препарата нельзя принимать более высокую дозу в следующий прием. Для пациентов, ранее не получавших лечения, начальная доза составляет 30 мг, затем дозу подбирает индивидуально до достижения необходимого терапевтического эффекта. Переход с другого гипогликемического препарата на диабетон не требует какого-либо переходного периода времени. Если больной до этого получал терапию производными сульфанилмочевины, то вследствие 1-2 недель необходимо проведение тщательного наблюдения, контроль уровня гликемии, во избежание развития гипогликемии, как следствие остаточных эффектов предыдущей терапии. Пациентам с нарушениями функции почек от слабой до умеренной степени тяжести препарат назначает в соответствии с приведенным выше режимом дозирования. Противопоказания. Повышенная чувствительность к гликлозиду, другим производным сульфанилмочевины, сульфаниламидам или к вспомогательным веществам, входящим в состав препарата диабетон. Сахарный диабет первого типа. Диабетический кетоацидоз. Диабетическая прикома. Диабетическая кома. Тяжелая почечная или печеночная недостаточность. В этих случаях рекомендуется принимать инсулин. Прием миконозола. Беременность и период кормления груди. Возраст до 18 лет. В связи с тем, что в состав препарата входит лактоза, диабетон не рекомендуется принимать больным с рожденной непереносимостью лактозы, глактозимией, глюкозоглактозной маляпсорцией. Применение при беременности и кормлении грудью. Опыт применения гликлозида во время беременности отсутствует. Данные о применении других производных сульфанилмочевины во время беременности ограничены. В исследованиях на лабораторных животных тератогенные эффекты гликлозида выявлены не были. Для снижения риска развития врожденных пороков необходим оптимальный контроль проведения соответствующей терапии сахарного диабета. Пероральные гипогликемические препараты в период беременности не применяются. Инсулин является препаратом выбора для терапии сахарного диабета у беременных. Рекомендуется заменить прием пероральных гипогликемических препаратов на инсулинотерапию, так как в случае планируемой беременности, так и в том случае, если беременность наступила на фоне приема препарата. Принимая во внимание отсутствие данных о поступлении гликлозида в грудное молоко и риск развития неонатальной гипогликемии, во время терапии препаратом диабетон кормлению грудью противопоказано. Особые указания. На фоне производных сульфанилмочевины, в том числе и гликлозида, может развиваться гипогликемия. В некоторых случаях в тяжелой и продолжительной форме, требующей госпитализации и внутривенного введения раствора декстрозы в течение нескольких дней. Препарат может быть назначен только тем пациентам, питание которых регулярно и включает завтрак. Очень важно поддерживать достаточное поступление углеводов с пищей, так как риск развития гипогликемии возрастает при нерегулярном или недостаточном питании, а также при употреблении пищи бедными углеводами. Гипогликемия чаще развивается при низкокалорийной диете, после продолжительных или энергичных физических упражнений, после употребления алкоголя, или при приеме нескольких гипогликемических лекарственных средств одновременно. Как правило, симптомы гипогликемии проходят после приема пищи, богатой углеводами, например, сахара. Следует иметь в виду, что прием сахарозаменителей не способствует устранению гипогликемических симптомов. Повышенный риск развития гипогликемии может отмечаться в следующих случаях. Отказ или неспособность пациента, особенно пожилого возраста, следовать назначениям врача и контролировать свое состояние. Недостаточное и нерегулярное питание, пропуск приема в пище, гладание и изменение рациона, дисбаланс между физической нагрузкой и количеством принимаемых углеводов, почечная недостаточность, тяжелая печеночная недостаточность, передозировка препарата диабетон, некоторые эндокринные расстройства, заболевания щитовидной железы, гипофизарная и надпочечниковая недостаточность, одновременный прием некоторых лекарственных средств. У пациентов с печеночной или тяжелой почечной недостаточностью фармакокинетические или фармакодинамические свойства гликлозида. Состояние гипогликемии, развивающей у таких пациентов, может быть достаточно длительным. В таких случаях необходимо немедленное проведение соответствующей терапии. В связи с возможным развитием гипогликемии при применении препарата диабетон, пациенты должны быть осведомлены о симптомах гипогликемии и соблюдать осторожность во время управления транспортными средствами или выполнения работы, требующей высокой скорости физических и психических реакций, особенно в начале терапии. Побочные действия. Учитывая опыт применения гликлозида и других производных сульфанилмочевины, следует помнить о возможности развития следующих побочных эффектов. Гипогликемия. Как и другие препараты группы сульфанилмочевины, диабетон может вызывать гипогликемию в случае нерегулярного приема пищи и особенно если прием пищи пропущен. Возможные симптомы гипогликемии Головная боль Сильное чувство голода Тошнота Рвота Повышенная утомляемость Нарушение сна Раздражительность Возбуждение Снижение концентрации внимания Замедленная реакция Депрессия Спутанность сознания Нарушение зрения и речи Афазия Тремор Порезы Нарушение восприятия Головокружение Слабость Судороги Брадикардия Бред Нарушение дыхания Сонливость Потеря сознания с возможным развитием комы Вплоть до летального исхода Также могут отмечаться адренергические реакции Повышенное потоотделение Липкая кожа Беспокойство Тахикардия Повышение артериального давления Ощущение сердцебиения Аритмия и стенокардия Как правило, симптомы гипогликемии Купируются приемом углеводов Сахара Прием сахарозаменителя неэффективен На фоне других производных Сульфанилмочевины Отмечались рецидивы гипогликемии После успешного ее купирования При тяжелой или длительной гипогликемии Показана неотложная медицинская помощь Возможно с гапитализацией Даже при наличии эффекта От приема углеводов Другие побочные эффекты Со стороны желудочно-кишечного тракта Боль в животе Тошнота Рвота Диарея Запоры Прием препарата во время завтрака Позволяет избежать этих симптомов Или минимизировать их Реже отмечаются следующие побочные эффекты Со стороны кожи и подкожной клетчатки Сыпь Зуд Крапивница Иритема Макулопопулезная сыпь Булезная сыпь Со стороны кровеносной и лимфатической системы Гематологические нарушения Анемия Ликопения Тромбоцитопения Гранулоцитопения Развивающие редко Как правило, эти явления обратимы В случае прекращения терапии Со стороны печени и желчеводящих путей Повышение активности печеночных ферментов Гепатит При появлении холестатической желтухи Необходимо прекратить терапию Следующие побочные эффекты Обычно обратимы В случае прекращения терапии Со стороны органов зрения Могут возникать переходящие Зрительные расстройства Вызванные изменением концентрации Глюкозы крови Особенно в начале терапии Побочные эффекты Присущие производным Сульфанилмочевины Как и на фоне приема Других производных Сульфанилмочевины Отмечали следующие побочные эффекты Эритроцитопения Агронолоцитоз Гемолитическая анемия Панцитопения Аллергический вискулит Гипонатриемия Условия хранения и срок годности Препарат следует хранить При комнатной температуре Срок годности 3 года Редактор субтитров А.Семкин